Всем привет! Мы вечером с Таней после ужина решили прогуляться. И, кстати, вот здесь ступеньки, на которых Таня подвернула ногу, а потом еще несколько месяцев не могла нормально ходить. Это, кстати, улица прямо возле нашего отеля. Вот мы в этот раз поужинали. И я бы сходил сейчас куда-то в туалет после пива, потому что девушка-официант принесла мне самое большое пиво, которое, блядь, можно было принести, хотя я ей просто сказал пиво. Но она поняла по мне, что мне нужно нести целое ведро. Ну и правильно все сделала. Хорошо, что она прочитала мои мысли. Только что Таня заходила в магазин, и пока я ее ждал на улице, потому что ненавижу с Таней ходить по магазинам, терпеть не могу следом ходить, когда пока она примерит что-то, выбирает. Я жду обычно на улице. Ко мне подошел чувак со стаканчиком, и вот так мне трясет его прямо перед лицом, и говорит, блядь, кинь мне туда монетку. А даже если бы я хотел туда что-то ему кинуть, у меня не было с собой наличных денег вообще. В карманах ноль монеток. Нет кэша, на карте все. И он, блядь, повторно начинает требовать, давай мне монетку, я хочу пиво. И он прямо на португальском это все говорит мне. И я на его португальском понимаю, что он просит, дай мне на пиво, дай, сука, мне на пиво. И он пристал так ко мне, я уже от него отхожу, а он идет за мной и трясет этим стаканом, и говорит, дай мне, блядь, на пиво. И когда он понял, что я ему ничего не дам, потому что даже у меня возможности такой нет, я бы ему дал, мне не жалко вообще было евро или два кинуть ему в стаканчик. И он, блядь, так расстроился, его так это возмутило. Он потом ушел, блядь, показательно так, фу, фыркнул, блядь, пошел, сел на лавочку и начал так громко возмущаться на всю улицу, что, блядь, ему не кинули на пиво. И, блядь, мне как-то даже жалко чувака стало. Чувак так хотел пиво. И, возможно, я был его последней надеждой в этот момент, чтобы пиво выпить. И, блядь, промах. Сука, и он пять минут где-то, пока я там стоял, Таню ждал, он где-то пять минут на лавочке сидел и орал, блядь, матерился, что ему, блядь, не кинули на пиво деньги. Ну, короче, а потом он через пять минут встал с лавочки, и я увидел, как он ушел. Я вижу, блядь, через время, что он, блядь, что-то пьет. Нашел какой-то стакан после кого-то и допивает. И, наверное, все-таки пиво он нашел в этот вечер. Так что не все так плохо. Как обычно на острове все время проходят какие-то фестивали. Каждая новая неделя это новый фестиваль. И каждый раз новая тематика. И вот сейчас фестиваль, вот видите, вайн лаунж. Фестиваль вина проходит сейчас. Сейчас мы перейдем. Там, наверное, зона, куда платишь какой-то депозит. Заходишь и пьешь или дегустируешь бесконечно вино. А возможно, просто бесплатный вход, и там уже на месте платишь. Я пока ничего не вижу, сейчас посмотрим. Я просто не ценитель и не любитель вина. Вот. Вот, заходи себе и все. Я вообще не ценитель вина. Абсолютно. Живая музыка и много будок с вином. Я бы в туалет сходил лучше. А вот вся преграда. Вот видите, вот эту преграду, вот этот заборчик. Это все, что тебя ограждает от бесконечного питья вина. Тому чуваку, который хотел пива, просто нужно было сюда идти. Блядь, нахуя он там просит евро? А люди вот заходят, смотри. Вот, люди просто переступают и идут туда. Смотри. Какие грибы, блядь? Вот, грибы белые. Таня, это не гриб. Это грибы, вон, смотри. Вот, это грибы. Хорошо. Вечерняя прогулка у нас. А у нас там, а уже не у нас. Хотела сказать, мы уже уезжаем. Ага. Мадейру опять куда-то пойти гулять. Таня вряд ли сюда вернется. Нет, ни за что. Что-то Тане не понравилось Мадейру. Понравилось. Понравилось? Я хочу в Барселону. Ясно. Я изначально туда путь держала. Ты меня сбил. А-а-а. Я сбил. Знаешь, что я сбил? Что? Таня, не мешай. Ну, что ты делаешь? Мы зашли в супермаркет, и Таня предлагает для Гуфи взять вот это. Только Гуфи не Адульту. А вот для него, да. Неплохая косточка. Бери ее. Что ты взяла, Таня? Дыньку. И виноградик. Доброе утро всем, друзья. Проснулись мы в этом замечательном отеле. И здесь оказалось ночью очень душно. Таня толком не спала, не выспалась совершенно. Из-за этого пришлось оставить открытым окно, и было слышно, что происходит на улице. Но здесь не сильно было шумно, на самом деле, терпимо. А вентилятор работает у нас постоянно, но издает шум. Поэтому Таня его так же выключала и не выспалась. Я вообще не спала. Ну, утром ты спала? Утром, ну, часик. Часик? Я не выспалась, поэтому не могу говорить. Понятно. Короче. Очень сильно не хватает кондиционера. И я понял, что кондиционера здесь нет по причине того, что это историческое здание, и на фасады здания нельзя ничего вешать. Ни спутниковые тарелки, ни кондиционеры. И вывести кондиционер куда-то в другое место, тут нельзя, потому что заднего двора нет. И нужно делать только какое-то центральное охлаждение. Вот такие вот. Нам еще здесь две ночи. Я думаю, Таня привыкнет. Мы посмотрели все утренние влоги. И сейчас будем отправляться на завтрак. Куда-нибудь. Куда пойдем, Таня? Я не знаю. Ты не выбрала еще? Ну, не хочу ничего выбирать. Не хочешь ни о чем думать? Я так сказала? Нет, спрашиваю. Мне надоело выбирать заведение, которое ты обсираешь вечно потом. Что я обсираю заведение? И вечно потом говоришь, что тебе ничего там есть. Я что-то обосрал. Каждый раз, когда я к тебе куда-то веду, ты возмущаешься, вот и сам выбираю. Ты пошли туда, куда всегда, и все. Холодильник классный. Лишь бы розовый, да? Хотя я его видела в магазине 300 раз, этот смек холодильник, но он максимально какой-то нефункциональный. Он маленький. Там маленькая морозилка и сам холодильник маленький. Ребята, только что со мной произошла такая тупорылая и конченная и непредвиденная ситуация, за которую мне будет стыдно еще, наверное, очень долго. И сейчас расскажу. Короче, выхожу я утром на завтрак. И знаете, в Европе такие очень узкие улочки везде, в старом городе. И вот, тороплюсь я на завтрак в заведении, выхожу из-за угла. И в этот момент, когда я выхожу из-за угла, мне навстречу, из-за стены выходит слепой мужчина с палкой. И он прям эту палку ставит мне под ноги. И я об нее очень сильно спотыкаюсь. Первый раз. И этот слепой мужчина почувствовал, что об его палку кто-то споткнулся и начинает этой палкой резко куда-то в сторону дергать. И он, блядь, второй раз этой палкой попадает мне прямиком между ног, там где колени. А я как раз в этот момент пытался удержать равновесие от первого раза. И он во второй раз вставляет эту палку мне между ног. И я уже спотыкаюсь второй раз еще больше и тупо качусь от этого мужика в два метра от него. И я прям почувствовал, как в тот момент, когда я споткнулся, я как раз хотел сделать шаг, чтобы устоять. И попала его палка мне между коленей. Я прям почувствовал, как она, блядь, у меня между ног ломается. И я потом, когда уже отряхнулся, оборачиваюсь обратно и вижу, как все возмущенно на меня смотрят. Все злые. И я вижу, что этот слепой мужчина держит палку, которая сломана вдвое. И это был пиздец. Я поднимаюсь, начиная извиняться. И, блядь, я даже нормально не среагировал. Я растерялся, не знал даже, как, блядь, толком в этой ситуации нужно правильно поступить. Что, блядь, делать, что говорить. Палка разломана. И хорошо, что этот мужчина был не один, потому что если бы он был один, я бы, наверное, все-таки подбежал бы к нему и начал бы эту палку как-то чинить. Но хорошо, что он был с какой-то женщиной, либо с женой, либо с какой-то просто сопровождающей женщиной. Что он был не один. И я, блядь, просто встал и пошел дальше. Я просто растерялся и не знал, что в этой ситуации, блядь, сделать. Мне так стыдно было. Я просто... Вы бы видели эти все лица. Потому что там людей было много. Свидетелей этой ситуации было достаточно. И, сука, вы бы видели это все со стороны. Просто это все произошло буквально за две секунды. И, короче, ребята, это пиздец. Я сейчас переварю это все и охуеваю. И теперь у меня в биографии есть такой момент, что я слепому человеку сломал его палку. Спасибо. 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 Спасибо.